И снова рад приветствовать уважаемых подписчиков и гостей канала. Сегодня у нас будет несколько необычный выпуск, который необычайно важен и полезен всем любителям анонимности и конфиденциальности. И начинается он с небольшой истории одного парня по имени Теодор Козинский. Он родился в 1942 году в Чикаго. Уже в раннем возрасте он выделялся среди других детей, так как был настоящим вундеркиндом. Тестирование интеллекта в пятом классе показало, что его IQ равен 167. К сравнению, те же показатели наблюдаются у нобелевских лауреатов. Ему было разрешено пропустить шестой класс и поступить сразу в седьмой. Теодор боялся людей и старался избегать их, предпочитая одиночество. В какой-то момент он стал по-настоящему одержим лишь одной страстью – математикой. Не обращая внимания ни на кого, он запирался в своей комнате и решал дифференциальные уравнения. Он окончил школу в возрасте 15 лет, а в 16 лет уже был зачислен в Гарвардский университет. В 20 получил степень бакалавра, чуть позже получил степень доктора наук по математике в Мичиганском университете. А в возрасте 25 лет уже стал главным преподавателем в Калифорнийском университете Беркли. Однако общение с людьми сильно тяготило его. Он бросил преподавательскую деятельность и уехал в уединенную хижину, которую он построил самостоятельно, где жил простой жизнью на небольшую сумму денег без электричества и водопровода. Козинский не имел постоянного заработка и получал финансовую поддержку лишь от своей семьи. Целью Козински было автономное независимое существование и исключение какого-либо общения с людьми из своей жизни. Он начал обучаться навыкам выживания в дикой природе, таким как ориентирование на местности, распознавание съедобных и несъедобных растений и создание примитивных инструментов. Отапливал жилища дровами и ел еду, которую добыл охотой. Однако Козинский быстро осознал, что жить таким способом невозможно из-за разрушения дикой природы вокруг промышленностью и застройкой. Звери и птицы были вынуждены искать новые места для обитания, подальше от растущих городов, а растения во многих местах были отравлены зловредными выбросами предприятий. В очередной раз, придя на одно из своих любимых диких мест, он обнаружил, что оно было разрушено постройкой новой дороги. Это и было тем моментом, когда Козинский решил, что вместо того, чтобы пытаться приобрести дальнейшие навыки выживания, он будет работать над тем, чтобы отомстить системе. Месть только насильственными, жесткими методами ради разрушения всей индустриальной цивилизации. Так Теодор Козинский стал унобомбером, террористом, стремившимся изменить мир. Он рассылал по почте бомбы всем, кого считал виновным в уничтожении дикой природы. На протяжении 17 лет он осуществлял подрывы по всей территории США. Расследованием занялась специальная созданная команда профессионалов из ФБР. Унобомбер стал настоящей угрозой национальной безопасности США. За любую информацию о нем была назначена награда в миллион долларов и создана специальная горячая телефонная линия, но его гениальность позволяла всегда с легкостью уходить от агентов. Он не оставлял вообще никаких следов, не оставлял никаких посланий, собирал все взрывные устройства самостоятельно, многие материалы находил на свалке. Даже клей и металл для бомб он изготавливал в домашней мастерской, чтобы не давать абсолютно никаких наводок. Никто даже приблизительно не мог понять, кто это может быть. Но все изменилось в 1995 году, когда Унобомбер отправил по почте несколько писем, в том числе и его прежним жертвам. Он написал сочинение «Индустриальное общество и его будущее», состоящее из 35 тысяч слов, изобличающий неминуемый конец человечества, если со всей индустриальной цивилизацией не будет покончено, а также с призывами вести революцию против технологий. Тут-то мы и подходим к сегодняшней теме нашего выпуска. Текст Унобомбера до последней буквы и до последней запятой разобрали эксперты-лингвисты. Они вычислили примерный возраст террориста – около 50 лет, потому что в послании встречались редкие устаревшие слова. По их мнению, подозреваемый был с высшим образованием, стиль текста был академический, по канонам прошлого времени. Даже выяснили, что вырос Унобомбер в Чикаго. В письмах некоторые слова были написаны не так, как принято. Однако именно такие нормы орфографии были распространены в Чикаго в 40-е и 50-е годы, когда подозреваемый должен был ходить в школу. Ни в одном из текстов террорист не упоминал семьи, друзей и ничего связанного с современной поп-культурой, что привело к выводу, что этот человек живет один, в глухой изоляции, отдельно от общества. Все эти тезисы, а также письма Унобомбера были опубликованы в газетах, которые прочел брат Теодора – Дэвид Козинский. И тогда все сошлось – лингвистический портрет и реальность Теодора Козински. 3 апреля 1996 года агенты ФБР арестовали Теодора Козински в его жилище, в котором была обнаружена готовая бомба и машинописный оригинал его сочинений. Суд приговорил Унобомбера к 8 пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение, которые он отбывает до сих пор. Думаю, теперь вам более ясна суть сегодняшнего видео. Вы можете быть гением анонимизации, строить до невероятия блестящие схемы, пользоваться защищенными системами и конфиденциальными мессенджерами. Но если вы просто что-то пишете в интернете, то вы уже лишены полной анонимности. Грамматические ошибки, любимые фразы, крутой смайлик или скобочка в конце предложения может о многом рассказать о вас, а потому как вы выражаете свою мысль, можно судить о вашем поле, возрасте, профессии, культурной принадлежности и еще множество факторов. Уже сейчас нейронные сети и компьютерные алгоритмы занимаются анализом всех ваших сообщений и публикаций с единственной целью – собрать на вас как можно больше информации. И уверен, вас как зрителей именно моего канала, одной из основ которого является тема анонимизации, наверное интересует тема противодействия лингвистической экспертизе. И увы, тут не все так просто, так как по большому счету наш стиль общения, наша грамматика и стиль повествования формируются в течение жизни и доходят практически до автоматизма. Одно из самых простых и я думаю очевидных решений – это избегание профессиональных терминов, канцеляризмов, субкультурных выражений и архаизмов, осуществление проверки орфографии – всего того, что вы отправляете в интернет, и производить простейший лингвистический анализ ваших текстов перед отправкой. Во многом это поможет вам уберечься от систем машинного анализа. Однако, если вы планируете вводить за нос профессионального судебного эксперта-лингвиста, этого недостаточно. Увы, для этого вам придется освоить хотя бы краткий курс криминалистики. Перед публикацией вам нужно знать, как именно подать материал, какие слова подобрать или где допускать намеренные орфографические ошибки, чтобы отвести от себе подозрения. Это действительно большая тема, которую не раскрыть в рамках данного видео. Однако, для заинтересовавшихся, я оставлю соответствующие ссылки на обучающие материалы в своем телеграм-канале. Уверен, что многим будет полезна данная информация. Что ж, ну а у меня на сегодня все, и спасибо тебе, что досмотрел до конца.